Продолжение следует... 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 В каждой области, городах Алматы и Астана, а также при Комитете государственных доходов созданы комиссии, в составе которой представители бизнес-сообщества, неправительственных организаций и средств массовой информации. Мы не первый год проводим акцию «Требуй чек и выиграя приз» и видим ее положительные результаты. К примеру, в прошлом году всего за два месяца проведения акции в ней приняли участие порядка 30 тысяч казахстанцев, которые направили в органы государственных доходов 1,5 миллиона фискальных чеков. Благодаря этому Комитет поставил на учет свыше 9 тысяч индивидуальных предпринимателей, работавших нелегально, а также зарегистрировал более 8 тысяч контрольно-кассовых аппаратов. Надеемся, что и в этом году граждане будут такими активными, и мы добьемся еще более высоких результатов. Еще раз хочу повторить, что акция «Требуй чек, выиграя приз» проводится при поддержке Национальной палаты предпринимателей. Спасибо. Спасибо и вам. Следующее слово представляется представителем Национальной палаты Атамикен, Эльмира Бабаханказа. Пожалуйста. Добрый день. Добрый день, уважаемые журналисты. Как уже отметили представители Комитета госдоходов, Национальная палата не первый год участвует в этой акции, требует чек, выиграя приз. Хочу еще раз подчеркнуть, что главными целями акции являются воспитание правовой культуры граждан и стимулирование добросовестной конкуренции среди предпринимателей. Наша деятельность как организации, представляющая интересы бизнеса, всегда нацелена на улучшение делового климата в стране. Поэтому Национальная палата предпринимателей Атамикен особо заинтересована в развитии честного бизнеса. Палата предпринимателей поддерживает все акции, направленные на обеспечение прозрачности экономики, на честное ведение бизнеса, на взаимовыгодные и открытые сотрудничества между нашими гражданами, госорганами и бизнес-сообществом. И акция требует чек, выиграя приз, не исключение. Главным призом в этом году, как и в прошлом, является автомобиль. Как вы, наверное, помните, в прошлом году обладателем автомобиля марки Chevrolet Aveo стал Равиль Хайрулин из Северо-Казахстанской области. Он приобрел 89 чеков, и чек на сумму 596 тенге стал для него счастливым. Хотелось бы еще раз отметить, что разыгрываемый автомобиль Chevrolet Aveo был не от аппарата Национальной палаты Атамикен, а приобретен на средства, собранные представителями бизнес-сообщества. Как видите, все бизнес-структуры Казахстана поддерживают проведение подобных мероприятий, направленных на укрепление взаимоотношений с потребителями и госструкторами и заинтересованные в добросовестной конкуренции. Призываю всех казахстанцев активно принимать участие в данной акции, требующих выиграть приз. Она продлится до 30 ноября и проходит во всех областях, в том числе в городах Астана и Алматы. Главный приз «Автомобиль» будет разыгран в конце года в Комитете государственных доходов. Спасибо за внимание. Мобильное приложение в Айпон является абсолютно бесплатным и доступным для скачивания через Play Market и App Store. Мобильное приложение реализовано на трех языках – на казахском, на русском и английском. Весь функционал акции расположен на главном экране мобильного приложения. Для участия акции достаточно отправить фотографию фискального чека. Принимаются все чеки на любые товары, работы и услуги. Но при этом на чеке должны присутствовать BIN, IN, дата, время, сумма и фискальный признак для его идентификации. Участники имеют возможность, кроме отправки чека, просматривать историю своих чеков и получить уведомления в случае выигрыша. Если чек не выдан, также участники могут отправить жалобу в Комитет государственных доходов. Все отправленные чеки сохраняются в личном кабинете Комитета государственных доходов. В данном кабинете Комитет имеет возможность разыграть главный приз «Автомобиль» среди всех чеков, отправленных с 1 мая по 30 ноября. Среди всех участников по всей стране. Также сотрудники департаментов государственных доходов имеют возможность разыграть ежемесячные призы на областном уровне. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, буду рад ответить. Спасибо. Уважаемые коллеги, давайте перейдем к вопросам. И, пожалуйста, первый вопрос. Казанформ. Лавра Монтеевна, пожалуйста. Добрый день. У меня вопрос такой. Есть ли какие-то ограничения по отправке чека? И если, допустим, дали чек длинный, то как его распустить на фотографию? Спасибо. Да, я, наверное, отвечу. Как было сказано выше, на чеке обязательно должны присутствовать БИН, ИИН, дата, время, сумма и фискальный признак. Повторно отправляемые чеки не записываются в системе. Никаких ограничений касательно количества чеков, равно как и участников, нет. Каждый участник может отправить неограниченное количество чеков. Также не обязательно сохранять оригинал чека, достаточно фотографии. Если чек длинный, такое случается, его можно согнуть и отправить в фотографию. Но при этом на чеке должны присутствовать вот эти параметры, которые были озвучены ранее. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Казахстанская правда. Вы рассказали, что акция пройдет с использованием мобильного приложения в Айпон. Вопрос к представителю ОКГД. Хотелось бы узнать, комитет и ранее сотрудничал с данной компанией при проведении других подобных мероприятий? Спасибо. Спасибо за вопрос. Можно я чуть-чуть историю расскажу? То есть акция проводилась, то есть у нас проводится не впервые. Изначально в акции мы проводили, то есть был разобщенный такой метод. Иногда была такая ситуация, когда мы принимали просто чеки, выдавали лотерейные билеты. В других случаях мы использовали мобильные мессенджеры. В конечном итоге, то есть это было неудобно, не только комитету государственных доходов для администрирования, но также и неудобно для обыкновенного рядового покупателя, чтобы ему надо было делать дополнительные, скажем так, действия. В последующем мы обратились к казахстанскому разработчику мобильных приложений, то есть мы обратились к Национальной палате предпринимателей. Национальная палата предпринимателей поддержала фактически стартап казахстанского разработчика, и у нас появилось мобильное приложение для проведения акций требует чек в игры приз. Также данное мобильное приложение, здесь было на слайдах видно, то есть используется для интеграции сервиса комитета государственных доходов по проверке учетно-контрольных марок, которые используются для маркировки алкогольной продукции. Мобильное приложение, то есть при сканировании автоматически указывает на легитимность данной алкогольной продукции. Вот эта часть мобильного приложения также была задействована в пяти областях при проведении отдельной акции, сканируя акции с выигрой приз. Каждый департамент также при поддержке бизнес-сообщества проводил эту акцию и также награждал ценными призами. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, будут ли еще вопросы? Пожалуйста, Казенформ. Добрый день, Гульмира Сарбасова, Мия Казенформ, Жанбул Амангильдевич. Вопрос такой. Ранее вы говорили о требовании к предпринимателям, реализаторам обязательно иметь приборы, считывающие информацию с УКМ. Не могли бы вы более подробную информацию дать на этом брифинге? Спасибо за вопрос. Да, это также было на площадке СЦК, я помню, что оно имело большой резонанс в СМИ, что очень читаемая статья, люди были заинтересованы. Да, действительно, согласно поправок законодательства, всем реализаторам такой продукции алкогольной необходимо иметь специальный прибор, который считывает учетно-контрольную марку и ведет ее учет. На сегодняшний день административный штраф в случае, если реализатор не имеет такого прибора, то есть очень большой, он от 100 тысяч до 1 миллиона 200 тенге, то есть плюс еще к этому прибавляется то, что такая продукция будет в обязательном порядке конфискована. Это делается для того, чтобы исключить в товарном потоке нелегальную продукцию. То есть мы постоянно в средствах массовых информаций публикуем о том, что мы задерживаем, то есть выявляем подпольные цеха по производству такой суррогатной продукции, мы выявляем неправомерный завоз на территорию республики Казахстан контрафактной продукции. И поэтому каждый реализатор должен себя защитить. Мы считаем, что он должен себя защитить от этого, чтобы в последующем мы не предъявляли претензии к тому, что он продает. То есть, скажем, ему легче контролировать на входе к себе, чтобы не было поддельной продукции. На сегодняшний день у нас нет специального реестра таких приборов, но они существуют. Есть спектрометры, есть обыкновенные сканеры, и есть даже программное обеспечение, которое достаточно сказать, скачать на мобильный телефон и им воспользоваться. Кстати, компания Vypan предлагает такое программное обеспечение. Спасибо. Я что-то хочу добавить. Пожалуйста. Как было сказано выше, изначально компания ориентирована на борьбу с сиреневой экономикой. Мы разрабатываем такие системы. С 2015 года мы уже сотрудничаем с Комитетом государственных доходов по борьбе нелегальным оборотам алкогольной продукции. Только за последние 4 месяца было проверено через приложение Vypan порядка 500 тысяч учетно-контрольных марок. Из них порядка 18 тысяч нелегальных и 3 тысячи примерно дублированных учетно-контрольных марок было выявлено. Также с прошлого года в нашем мобильном приложении добавлена акция «Требуй человек выиграет приз». Также акция «Проверь акциз выиграет приз». Мы изучили данный закон. И, как же Амагельевич сказал, касательно приборов, спектрометров, да, они есть. Стоимость их начинается от 30 тысяч и выше, до 300 тысяч может доходить. Исходя из данного факта, мы предложили выгодный вариант выполнения данного закона реализатора. То есть мы разработали отдельную версию Vypan Pro, которая ориентирована только для реализаторов алкогольной продукции. Система будет работать по модели подписки, там не более 500 тенге в месяц, с дополнительной возможностью проверки от сканера. Сейчас уже доступно мобильное приложение, которое можно уже скачать и которым можно уже пользоваться. Также разрабатывается отдельная система для крупных реализаторов, у которых, допустим, уже купили определенные приборы, но у них нет программного обеспечения, чтобы определять именно легальность этой продукции. Мы даем им программное обеспечение. Они подключают свои уже приобретенные приборы и дальше могут пользоваться. Отличие Vypan Pro от Vypan в том, что он, во-первых, там есть процесс авторизации через SMS, регистрация через номер лицензии алкогольной продукции. И что мы знаем, что пользователь является реализатором, и он в любой момент может отправить жалобу в комплект государственных доходов, если он выявил нелегальную продукцию. Также система полностью сертифицирована на информационную безопасность. И дополнительно, бонусно мы внесли контактные данные и список сервисов в центрах обслуживания предпринимателей. То есть в данном мобильном приложении налогоплательщики могут также узнать, что есть такие центры, созвониться и касательно налогов и других вопросов получить консультацию. Вот такие вот возможности предлагает от нашей компании. Спасибо. 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 Спасибо.